Компания Кораль В ролях... Композитор Армандо Маскера Композитор Армандо Маскера У вас есть минута Спасибо Сеньора Почему вы ничего не сказали? Я не знал, что Маргариту вызвали в суд Извини, я не успела тебя предупредить Успокойся, она сама позвонила и предложила помощь Я не хочу с ней иметь никаких дел Сантьяго, у тебя очень сложный случай Вы не представляете, на что она способна Она даст показания в твою пользу Я лучше сяду пожизненно, чем буду чем-то обязан Маргарите Сеньора Ривас, пожалуйста, давайте продолжим Извините, Ваша честь Пожалуйста, назовите себя Маргарита Альварес де Эстрада Пожалуйста, объясните Какие именно отношения связывают вас с сеньором Сантьяго Артегой? Мы любовники Сильвия Нужно взять себя в руки Твои сестры переживают Что мы будем делать, если ты тоже заболеешь? Сильвия, ты всегда была моей опорой И моей Сильвия, нужно просто сделать усилие Открой глаза, милая Сильвия, пожалуйста Держи себя в руках, Беба Почему она не реагирует? У нее депрессия Я видела таких людей в больнице Сильвия, перестань Сильвия Если она не хочет по-хорошему Сильвия, немедленно вставай Ты меня слышишь? Отправляйся в ванную Прими холодный душ Если ты этого не сделаешь Мы тебя запихнем силой Хватит Надоели Я больше не желаю вас слышать Сильвия Придется слушать У тебя нет выбора, милая Я не желаю вас видеть Никогда Сильвия Не надо, перестань Вы не имеете права Не смейте со мной так говорить Отстаньте Сильвия, доктор хочет помочь Если вы хотите помочь Оставьте меня в покое Сильвия, мы не можем тебя оставить В таком состоянии Мне не нужна помощь И вы не нужны Непонятно Я просто хочу побыть одна Мне надоели ваши дурацкие вопросы Я не собираюсь на них отвечать Генеральше больше нет Она умерла Почела с миром Потому что ей все надоело Проблемы, родственники, ясно? Я всего лишь прошу оставить меня в покое Я хочу остаться одна Идите в гостиную Я попробую ее успокоить Лиза Бэба Пожалуйста Пожалуйста Плачь, милая, плачь Плачь, не стесняйся Выплесни все, что в тебе накопилось за столько лет Плачь Нельзя все время быть сильной Ты слишком долго крепилась Иногда можно и пореветь Я продавала фирме Сали строительные материалы Я хорошо помню тот день, когда я увидела Сантьяго Я принесла плитку и краску Добрый день Черт Это краска, которую вы нам продаете? Вы... Синьор Артага Да, очень приятно Мне тоже Маргарита Сантьяго Любая нормальная женщина, хоть немного разбирающаяся в мужчинах Влюбилась бы в Сантьяго Я тоже не устояла Я потеряла голову Простите, Ваша честь По-моему, свидетельница отклоняется от темы Ее любовные похождения с обвиняемым не интересуют присяжных Не правда ли? Адвокат Эти показания имеют отношение к делу? Да, чтобы меня доконать Ваша честь, я просто хочу, чтобы свидетельница определила свои отношения с синьором Артегой А зачем? Пусть присяжные решают Важны ли показания женщины, которая по чистому совпадению оказалась никем иным, как женой Августа Эстрады Человека, которого, как утверждает обвинение, мой клиент столкнул вниз Хорошо Вы можете продолжить допрос свидетеля Она сорвет всю защиту Как давно вы знакомы с Сантьяго и синьора? Немногим меньше года Наше влечение было взаимным И еще это называют неуправляемой страстью Мы с Сантьяго быстро вступили в интимные отношения Хотя я была замужем за Августа А он был обручен с Барбарой Солис Дочерью человека, который сейчас в зале Я права? Порядку! Порядок! Сильвия поправится, Беатрис Мы будем рядом Мы ей поможем И доктор Контрерос И вы, синьора Делия Мы не знаем, как вас благодарить Любовь единственная плата Которую мы от вас примем Идет синьор Контрерос Что с Сильвией? Как она? Она Она очень переживает Она Плачет и не может успокоиться Как будто она выплескивает то, что накопилось За долгие годы Сильвия всегда была самой сильной из нас Иногда даже чересчур На самом деле она не такая Просто она Все держала в себе Я помню Когда Августа Сказал, что папа умер Она не заплакала А когда умерла мама Август Передал Сильвии все заботы о доме Она почти не играла в куклы Растила Нас с Бебой Бедная Сильвия Ей слишком рано пришлось повзрослеть Она отвечала за дом Она подняла нас с сестрой Она нам помогала В том-то и дело Она не могла себе позволить переживать Смерть родителей А теперь Это жуткая история с Августа У нее уже не хватило сил справиться И сейчас ее терзает боль Которую она так долго Загоняла внутрь Семья Салис ненавидит Сантьяго Потому что когда он порвал с Барбарой Она пыталась покончить с собой Протестую, Ваша честь Свидетель делает заявления Которые не имеют отношения к делу Она порочит честное имя семьи Салис Продолжайте Вернемся к вашим отношениям с сеньорой Артегой Что еще сказать Мы с Сантьяго были любовниками Потом об этом случайно узнал муж И что произошло? Как он реагировал? Он себя повел как животное Мы поругались Он был злой и агрессивный Он меня чуть Не ударил Хотя он знал, что я беременна Ложь Августа бы не поднял руку на женщину К порядку К порядку, сеньор Артега Сядьте Мы дадим вам слово Если вам есть что сказать Продолжайте Я хочу обратить внимание присяжных На последовательность и искренность обвиняемого Сеньора Эстрада говорит о резкой реакции мужа А сеньор Артега продолжает его защищать Да, он не присутствовал во время ссоры А вот свидетельница, безусловно Сеньора Эстрада, когда именно вы поссорились с мужем? Я имею ввиду, когда он с вами грубо обошелся Накануне несчастного случая на стройке Мы говорили... Вернее, мы ссорились у тети Он практически разнес ее дом Ваш муж упоминал Сантьяго Артегу? Возражаю, Ваша честь Она направляет свидетеля Измените вопрос Что именно говорил ваш муж во время ссоры? Как я уже сказала, он был сердит Он говорил, что... Что его предали, что он сейчас же пойдет к Сантьяго Зачем? Чтобы его убить Сеньора! Где моя дочь? У себя в комнате, сеньора Сеньора! Что, Нурис? Сеньора Эрнесто! Он дома? Нет, он поехал в суд Но я совершила ошибку Я не должна была говорить, что ваша дочь дома Это он так велел Да, сеньора Не волнуйся, не волнуйся Ты поступила правильно Если он узнает, он меня выгонит Не бойся, я поговорю с Эрнестом Но сначала я хочу видеть дочь Сеньора, подождите! Скажите, если ваш брак не удался Почему вы не ушли? Мой муж... Он... Непредсказуемый человек Я боялась за себя, за ребенка И за Сантьяго А, вот почему вы с дружком Решили избавиться от назойливого супруга Он вам мешал Не давал нормально развлекаться с любовником Досадное препятствие, которое нужно убрать И чем скорее, тем лучше Возражаю, ваша честь, возражаю Адвокат обвинения хочет опорочить свидетельницу Он пытается сбить ее с толку Я пытаюсь показать, что это за женщина И почему ее показания нельзя принимать во внимание Адвокат Сеньор Галиндос Старайтесь четче формулировать вопросы Свидетельница будет изо всех сил Стараться доказать, что любовник не виноват Потому что их отношения зашли намного дольше И дальше, чем она пытается представить Сеньора Эстрада, позвольте напомнить Что вы находитесь под присягой Вы готовы сказать суду Кто именно отец вашего ребенка? Отец моего ребенка? Сантьяго Артега Отлично, молодец Ты не мог сказать раньше Как видите, дамы и господа Показания Сеньора Эстрады Не действительны Она пытается спасти отца своего ребенка И это вполне естественно Сантьяго не виноват Вы отлично придумали, Сеньора Эстрада Вы не только избавились от мужа Причем не сами, а руками любовника Представив это как убийство на почве страсти Хотя страстью здесь и не пахнет Вы завладели имуществом супруга Возражаю, Ваша честь Он специально настраивает присяжных Принимаю У меня есть доказательства, Ваша честь Я хочу, чтобы все знали Сразу после трагедии В результате которой Сеньор Эстрада Впал в кому Присутствующая здесь Сеньора Предъявила права на фирму и на дом Которые принадлежат ее мужу Я имею право Как вы сами сказали Я все еще его жена Неужели? Поэтому вы выгнали на улицу сестер мужа Чтобы они не болтались под ногами Что? Вы будете отрицать, что без сожаления Выставили их из дома Без гроша в кармане Мерзавка, дрянь К порядку Я поступила с ними так же, как они поступили со мной Порядок, порядок в зале суда У меня больше нет вопросов Как ты могла, Маргарита Я не дам в обиду ни Лизу, ни ее родных Лучше скажи мне спасибо Хватит К порядку Я не могу продолжать в такой обстановке Заседание переносится на следующую неделю Сантьяго Не злись Это ничем хорошим не кончится Я старалась ради тебя, понимаешь? Мне не нужна твоя помощь Ты самое подлое существо, которое я знаю Ради тебя я готова на все Неужели ты не видишь, Сантьяго? Я здесь, потому что я сказала, что я тебя не брошу Я готова унижаться, ползать на коленях, лишь бы тебя вытащить Я правда хотела помочь Вот она, благодарность Стойте Стойте Куда они увели сына? Пожалуйста, я должна его видеть Сейчас это невозможно Видите, что получилось из-за этой мерзавки? Она его погубит Она пришла дать показания в пользу вашего сына Он не хочет быть со мной искренним Если так будет и дальше, мне придется отказаться от дела, извините Но, господи Не плачь, Лаиса, пойдем Ты подлец, но ты умный подлец Ты все перевернул так, как выгодно нам Молодец Вы обрадуетесь еще больше, когда судья вызовет следующего свидетеля Какого свидетеля? Лизу Эстраду Я не могу ее оставить, это приказ Я знаю, Ксиомара, но я хочу, чтобы вы проверили еду Вдруг я дам что-нибудь не то Я все записала, это не сложно Не сложно, но я боюсь ошибиться Ксиомара, это всего на минуту Она спит Ничего не случится, если она немного побудет одна Детка Что они с тобой? Что? Что они с тобой сделали? Как они могли? Господи, он же отец Ты собираешься просить Лизу дать показания? Ты хочешь, чтобы медсестричка погубила все, ради чего мы так старались? Папа, ты должен его остановить А Нибол, когда ты научишься держать себя в руках? Заткнись и слушай Лиза Эстрада, это лучший способ Заставить присяжных не верить Маргарите Лиза любит Сантьяго Она на его стороне И она ненавидит Маргариту Да, но Брат есть брат Я уверен Что Лиза изо всех сил будет пытаться доказать Что он спокойный, мягкий человек Что он не способен никого убить Мне хочется тебя придушить Но должен признать, это хороший ход А чтобы он совсем удался Тебе придется подключиться Что скажешь? Вы же с медсестричкой лучшие друзья Отправляйся к ней И уговори выступить в суде Справишься с этим? Конечно, я справлюсь, сеньор Салис Еще бы Барбара Барбара Барбара, милая Дорогая Это мама Детка, ты меня слышишь? Барбара Господи Что они с тобой сделали? Детка Детка В чем дело? Где медсестра? На кухне, сеньора Я ее отвлекла и побежала к вам Надо уходить Нурис Почему она такая сонная? Похоже, что она была не в себе Что-то вроде депрессии И ей дали снотворное Неправда Так сказала сестра Нет У моей девочки нет депрессии Я знаю, в чем дело И в этом виноват Эрнесто Сеньора, я понимаю, что это ваш дом Но сестра может рассказать Вам лучше уйти Я должна ее вытащить Не сейчас, сеньора Не сейчас Пожалуйста Будет только хуже Лиза, Лиза, подожди Ты куда? В больницу, доктор Сильвии лучше И мне пора на работу Прежде чем ты уйдешь Ты должна кое-что знать Что? Я прочел в газете Вот, смотри Сегодня начинается слушание По делу Сантьяго Артеги Я подумал, что тебе лучше знать Сегодня? Именно сегодня? Да Похоже, они считают, что Несчастный случай с Августа Подстроили Так быстро? Защита утверждает, что нет Лиза, я знаю, что тебе сейчас нелегко Но тебе не кажется, что нужно пойти в суд Нет, нет, доктор Лиза, Лиза, ты же его любишь Зачем отказываться от любимого человека Чтобы потом страдать? Я не могу по-другому Я это делаю ради него Ради себя и ради Августа Не думаю, чтобы брат был против твоего счастья Я против Оно мне слишком дорого обошлось Ценой жизни брата Не говори так, Лиза Но это правда, доктор Я всегда буду помнить, что брат впал в кому Из-за Сантьяго Из-за того, что я встала на его сторону Не просто отказаться от любви Я знаю Мне стоит огромного труда Не броситься к нему Но я должна думать о брате Я че то есть Я cincoler И sistema Оно мне Оно мне Оно мне Оно мне Оно мне Оно мне Он тебя Подпис IR Вот он, дядя Августо Вот он Черт, Августо Я не могу тебя видеть в таком состоянии Ты прекрасный человек А жизнь отвратительная штука Почему она наказывает именно тех, кто делает добро? А у меня для тебя сюрприз Смотри, я привез Аврору И Алисию Так, осторожней Вот, смотри Я знаю, что ты их не видишь Я просто хочу, чтобы ты знал Мы тебя любим И помним Сеньора, что случилось? Судья решил отложить слушание на неопределенное время Это хорошо или плохо? У нас будет время, чтобы лучше подготовиться Значит, я по-прежнему могу на вас рассчитывать? Да, если ты будешь помогать Конечно, я в ваших руках, я вам полностью доверяю Хорошо, потому что Галиндас вызовет нового свидетеля Ты должен быть к этому готов Свидетеля? Какого? Что он еще придумал? Объясните Не принимай в штыки Это может оказаться нам полезным Кто свидетель? Лиза Эстрада Девочки, давайте спросим дядю Августа Когда он пойдет с нами в парк Есть мороженое Спроси, Алисия Ну, что ты стесняешься? Карлос Как дела, принцессы? Привет Привет Девочки Я подумал, что Августа будет приятно Ты молодец Привет Я знаю, что у вас случилось Сильвия рассказала Это было ужасно Мы ничего не могли сделать Я тоже расстроился, если бы я знал, как вам помочь Не переживай, нас приютил доктор Контрерос Я не понимаю, как Маргарите удалось вас выжить? Ведь это всегда был ваш дом На ее стороне закон Это ненадолго, я так ей и сказал Ты? Да, я был в доме Забрался через черный ход Я решил себя вести, как она Зачем ты это сделал, Карлос? Как зачем? Я должен был забрать вещи Сильвии и девочек Я унес все, что смог Хоть бы это скорее кончилось А... Как она Как Сильвия Плохо Эта история ее сильно подкосила Она до сих пор не может прийти в себя Осталась только тень от той генеральши Зачем они вызывают Лизу? Ей и сейчас без того нелегко Это нормально Галиндас пытается вызвать у присяжных недоверие к показаниям Маргариты Настроить их против тебя Но при чем здесь Лиза? Очень даже при чем И ты это знаешь, Сантьяго Галиндас хочет, чтобы она рассказала о брате О том, какой он положительный, добрый, трудолюбивый и отзывчивый Она просто скажет правду Сантьяго, если честно Я не ожидала такой реакции Галиндаса Я вызвала Маргариту, чтобы она рассказала, что у вас был роман Муж о нем узнал Здорово разозлился И обещал с тобой разобраться Сеньора, Августа чувствовал себя обманутым Если бы не этот несчастный случай Если бы какой-то мерзавец не напал на меня сзади Я готов поклясться на Библии, что это был Анибол Солиз Это ты так думаешь? Я думаю Вы видели мою спину? Вы видели большой синяк? Он есть на всех фотографиях Я не мог такое подстроить Да, но у нас нет улик против Анибол Солиза Ни против кого-либо другого Пойми, что нам нужны улики Я знаю, что все непросто Что это запутанная история Что у нас нет выбора И я хочу Я хочу попросить об одолжении О каком? Насчет Лизы Я хочу, чтобы с ней кто-нибудь поговорил Объяснил, что происходит Пожалуйста, я на вас надеюсь Сильвия обрадуется, если я ее навещу Не знаю, Карлос Она сейчас в жутком состоянии И это связано не только с настоящим В смысле? Жесткость, сила воли, твердый характер Все это оказалось притворством, маской За которой она пыталась скрыть боль и растерянность Она не смогла смириться с потерей родителей Наверное, я последний человек Которого она захочет видеть, да? Я бы не была так уверена Я оставлю адрес, где мы сейчас живем Пока, милые Мы скоро увидимся Будьте умницами Слушайте папу Пока Вот, Карлос, это адрес Береги их Если вам что-нибудь нужно, просто скажите Обязательно, спасибо Пока Береги себя Пока, принцессы Сегодня начинается слушание По делу Сантьяго Артеги Присяжные могут решить, что это он подстроил Несчастный случай с Августа Аннибал, я же просила, не приходи Я не хочу тебя видеть Повернись и исчезни вместе с цветами Я их все равно не возьму Я знаю Цветы не для тебя Хоть я страшно соскучился Это для твоего брата Ему они тем более не нужны Тебе не угодишь Я стараюсь быть вежливым А ты злишься Мне его правда жалко, честное слово С чего вдруг? Из-за жены Такая стерва, она способна на все Причем здесь Маргарита? Она дала показания В пользу Сантьяго Что? Она объявила, что они любовники И что ребенок от него Она... Мерзавка Она точно спятила Это не все Она заявила, что твой брат хотел убить Сантьяго Она готова утопить мужа, чтобы спасти этого негодяя Во всем виноват Августа Именно так будет думать судья Бедный Сантьяго защищался от разъяренного чудовища, которое на него набросилось Я тебя давно слушаю и не верю Как ты можешь говорить такие гадости о муже Маргарита? Гадости? Я тебя умоляю Ты не видела, как он ко мне ворвался? Я могу представить Не забывай, что сначала он пришел сюда Это было начало Дальше он совсем распоясался Он окончательно спятил Чуть не разнес тетин дом Его ярость понятна и объяснима Но чтобы грозиться убить, извини, нет Ну и что? Главное, чтобы поверили присяжные Августа пошел искать Сантьяго Он чувствовал себя оскорбленным Он хотел отомстить Как далеко ты готова зайти, Маргарита? Как бы ты ни старалась, Артега вряд ли захочет на тебе жениться И ты это знаешь Это он сейчас так говорит А когда будет каждый день таскать нам памперсы? А если Августа очнется? Что ты ему скажешь? Что ты сделала из него убийцу, чтобы спасти отца своего ребенка? Августа не очнется, Амаира Он как растение Пусть таким и остается Нет, я не верю, что Маргарита обвиняет брата Она сказала это под присягой Она заявила, что твой брат хотел убить Сантьяго Неправда Я это знаю, а вот судья нет и присяжные не догадываются Не может быть, чтобы Маргарита зашла так далеко Обвинить Августа Я пришел открыть тебе глаза Отвратительно Как она смеет порочить наше честное имя? Ее вызвала адвокат Сантьяго Нет, не может быть Лиза, пожалуйста, успокойся Мой брат в жизни никого пальцем не тронул Кто дал этой дряни право бросаться такими мерзкими обвинениями? Очевидно, она пытается помочь Сантьяго Сантьяго тысячу раз говорил, что он не желает ее видеть И ты поверила? Конечно Какая же ты наивная А как же реальность, которую уже не скрыть Даже если очень захотеть Она ждет от него ребенка Маргарите не место в зале суда Она пришла, потому что ее вызвала адвокат Сантьяго спасает свою шкуру Нет А помнись, Лиза, Маргарита – его последний шанс выбраться из тюрьмы Он ее использует Эта девица представила твоего брата законченным негодяем Который бил жену и грозился расправиться с Сантьяго Они все продумали Она опозорила Августа, чтобы спасти любовника Видела бы ты лицо Маргариты, когда она пыталась убедить присяжных Что это была вынужденная самооборона Как можно так опуститься? Говорить о моем брате, как о чудовище А ведь он ее любил Она была довольно убедительна Они встретились год назад Вспыхнула страсть Начался роман Она была замужем А он был помолвлен Хватит о ней был Я не желаю это слушать Ты мне не веришь Но эта девица старается ради Сантьяго И ей удалось произвести на присяжных впечатления Маргарита – его пропуск на свободу И он ее бессовестно использует О репутации твоего брата он даже не вспомнит Хватит, прекрати Возьми себя в руки Ты должна ее остановить Маргарита ответит за свою ложь Я не позволю топтать честное имя брата Я знаю Как с этим покончить Если тебе интересно Как? Ты выступишь в суде Ты заставишь присяжных поверить тебе, а не ей Это единственный способ спасти репутацию твоего брата Сильвия, так нельзя Нужно есть Даже если ты не встаешь Мне все равно Валяйся сколько хочешь Хоть целый день Ты похожа на маленькую Испуганную девочку Которая хочет, чтобы ее утешили Чтобы кто-нибудь пришел и сказал Не бойся, малышка, не бойся В доме нет чудовищ И во дворе нет А если они придут Я их прогоню И я не дам тебя в обиду Замолчите Не смейте это повторять Так говорил только один человек Вы не имеете права Я хочу помочь Вы сделаете хуже Отец был самым лучшим Только он мог так со мной говорить Больше никто Никогда Никогда Это единственный способ Убедит присяжных в том, что она врет Меня там не было Я не знаю, что случилось Ты сомневаешься в брате? Нет Но я могу говорить только о том, что знаю О том, что я чувствую Так поступила Маргарита Ее там не было Но она не упустила случай И не постеснялась его обвинить Чего ты хочешь, Анибл? Чтобы я дала показания против Сантьяго? Я знаю, что тебе тяжело Но раз эта девица не стесняется назвать Августа убийцей Кто-то из родственников обязан его защитить Не торопись с ответом Подумай, но имей в виду Ты получишь повестку Передай брату Лихе Я все больше и больше переживаю за сына Я боюсь, что это плохо кончится Сантьяго оправдают Ведь он ничего не сделал Он не виноват Я ему верю Но поверят ли присяжные? Смотри О, вот он Сынок, как с тобой обращаются? Оставь ее Не трогайте мою мать Ну как не стыдно Отпустите ее Неужели, ребята, у вас нет своих матерей? Дорогой, я с тобой Я тебя люблю Мама никогда тебя не бросит Я тебя люблю, сынок Я тебе верю, милый, верю Сантьяго, сынок Не надо, Элоиза Если бы ты открыл глаза, Августа Ты Единственный знаешь, что там случилось Ты мог бы себя защитить лучше, чем кто-то другой Ты бы поставил Маргариту на место Эта девица явилась в суд И представила твоего брата Законченным негодяем Который бил жену И грозился расправиться с Сантьяго На этот раз я не дам ей одержать победу Маргарите Альварес Придется иметь дело со мной, Августа Значит, все под контролем Следите, чтобы она не просыпалась Если будут проблемы, звоните Можете идти Как дела? Уговорил сестричку? Я только что от нее Ну и? Она придет в суд? Скорее всего, да Что значит, скорее всего? Либо да, либо нет Ее разозлило то, что Маргарита дала показания Еще бы Такая наглость Наглость Да, и она выведет из себя даже святого Если бы кто-нибудь так поступил с моим братом Она расстроена Но она еще не решила, что делать Нужно подождать Мне очень, очень тяжело Все время колет сердце Мне больно видеть Что с моим сыном обращаются, как с преступником Это несправедливо, синьора Ничего не поделаешь Таковы правила Мне все равно, какие здесь правила Речь идет о сыне, которого я люблю больше жизни Остальное не важно Тише, тише, дорогая Успокойся Присядь, Лаиза Я хочу умереть Не говори так, дорогая Я хочу умереть Умоляю, синьора Не бросайте, Сантьяго Только не сейчас Умоляю Синьора, Лаиза Я его не брошу Мы будем бороться до конца Можете на меня рассчитывать Привет Как дела, синьора, Лаиза? Мне очень жаль видеть вас здесь Вы не представляете, каково мне сейчас Я прочел в газетах, что сегодня начались слушания Я хочу помочь Вы случайно? Не инженер Рамирос? Да, он самый Господи Я Лила Перес Ривас, адвокат Сантьяго Вы не представляете, как я рада вас видеть Ваши показания очень важны Они могут оказаться решающими Фильм озвучен компанией Интракоммуникейшнс 2003 год ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова